Вот и нас посетил колорадский жук. Точнее, это сначала были просто жучки колорадские, которых мы собирали, ну и в принципе уничтожали. А сейчас это появились личинки. Их не так много, но всё-таки это гости нежелательные. И вот встал вопрос о том, что с ними делать. В принципе, есть три пути развития событий. Это какие-то химические удобрения, это органические удобрения для уничтожения насекомых. И просто собрать их в баночку. Если мы будем использовать химические удобрения, тогда мы потравим не только жуков, полезных жуков, но также и эта химоза может перейти и в наш урожай. И она попадёт в наш организм, что совершенно нежелательно. Если мы будем использовать химические удобрения, то мы потравим не только колорадского жука, но и полезных жуков каких-то там насекомых. И также эта химоза может попасть в урожай, в будущий урожай. Ну а потом соответственно наш организм, что нам совершенно не нужно Поэтому этот вариант отпадает Если мы будем использовать какие-то органические средства против насекомых То мы потравим не только колорадского жука Но есть вероятность, что будут отравлены такие насекомые, которые борются с колорадским жуком Или которые приносят какую-то другую пользу Поэтому этот вариант тоже мы отметаем Остается у нас третий вариант, это собрать их в баночку Но для верности мы будем использовать не просто баночку, а баночку, наполненную мыльным раствором Вот на этой картошке вы можете наблюдать художество колорадского жука и его личинок Вот посмотрите на этот лист Сейчас, конечно, четкость у меня не наводится Но он изъеден и на нем сидят вот эти коричневые личинки Просто сидят его и поедают Вот еще на листьях расположились личинки Вот здесь сейчас четкость хорошая, их должно быть хорошо видно Видите, какие они коричневые и с черными головками Кстати, утром, мне кажется, их было намного меньше Вот на других стеблях тоже они сидят И вот там внутри, вот видите как Сейчас мы их соберем в баночку А вот и сам герой нашего рассказа, колорадский жук Производитель тех самых личинок Видите, сидит лапами шевелит Приготовили мыльный раствор, сейчас будем сюда собирать жуков и их личинок Ну вот пока я вам рассказывала, колорадский жук уже куда-то смылся Придется его сейчас заново искать Но пока я буду собирать личинки Их тут уже достаточно много С утра, мне кажется, было их в два раза меньше А сейчас уже и на втором кусту я заметила В общем, будем собирать Вот так вот Для чего картошку кушать Саму нужно Нужно еще проверить с обратной стороны листиков Потому что они там тоже крепятся Вот, кстати, в этой воде может сразу руки помыть Ну так, сполоснуть Наверное, можно и в баночку прям лист макнуть Даже интересно Ну не знаю, вот можно потрясти Потому что не совсем он в баночку подходит Скорее всего, баночку надо вот так поставить И просто их туда встряхивать А если мы сейчас этот момент прокараулим То потом их разведется вообще большое множество Самих колорадских жуков мы замечали немного Всего лишь там Ну штук пять мы собрали, наверное, за две недели А вот личинок уже намного больше И спрашивается, когда они все это успели сделать Ну соседи собирают колорадских жуков уже несколько недель И по многу Просто у нас картошка немножко позднее Эти жуки такие мягкие на ощупь Вон они водичные Вот они еще маленькие Поэтому меденькие Непонятно, почему птицы не собирают А может бояться отравиться тоже На днях разговаривал с соседом И он ругался на своих женщин, так как они отравили все кусты У них реально полностью такие пожухшие листья картошки Он говорит, я сюда езжу не для того, чтобы выращивать химическую картошку А вы без моего ведома отравили все Был очень недоволен Вот нужно просматривать буквально каждый листик очень тщательно С обратной стороны, с внешней стороны, потому что их тут очень много И на стеблях вот они сидят А когда ты начнешь бороться со слизнями, которые поедают капусту? Ну я вот после того, как посыпал гашеные известии вокруг капусты В принципе их стали меньше поедать Некоторые вообще прямо ожили капустные листья Эти слизни вроде бы как они ночью уходят И ночью едят Это я прочитала в одной из статей Поэтому ночью нужно выходить, наверное, с фонариком И где-то их поджидать Вот казалось бы, я уже все обсмотрела, осмотрела Но раз и опять один найдется, и второй найдется То есть их здесь очень много, надо внимательно все просматривать Завтра утром или после обеда повторим процедуру О, вот и нашелся наш виновник торжества Жирненький Жирненький и даже мертвым не притворяется Видишь, какой смелый Все, тоже в банку его А вот и второй куст зараженный Теми же личинками Которых нужно снять очень аккуратно Чтобы они не упали сейчас в почву Мммм Ммм